Привет, это Nova Island, и мы продолжаем здесь выживать и формировать ферму дронов на этой планете чудесной. Как ты видишь, дрончики что-то у меня тут стоят. Видимо, склад забит, и они не понимают, что дальше делать. Товарищ, очисти склад. Хорошо, сейчас мы очистим склад, какахи заменяем, выкидываем, утилизируем даже, потому что с какахами я так и не понял, что делать нужно. Значит, забираем древесину. Всё, ребята, место освободил, давайте, езжайте. Закидываем древесину вот сюда, в печки, пускай производится уголь. И забираем ещё, э-э-э, ботик, отойди. И забираем ещё парочку палок. О, чудесно. Всё, закидываем сюда. В общем, на чём мы остановились? Мы остановились на том, что нам нужно открыть автоматизацию второго уровня, чтобы дроны могли материалы сразу же тащить в печку. Для этого нам понадобится медь. Медь мы открыли на... О, она уже готова у нас, смотри. Вот у нас железо, медь есть. Всё отлично. Идём в лабораторию и открываем. Автоматизация второго уровня. Открываем её. Е-е-е. Значит, у нас теперь есть новые рецепты. Сейчас пойдём в верстак, наверное, в верстак. И посмотрим, что мы там можем делать. О, у нас, кстати, с кислородом проблемы. Закинем сюда. Верстак. О-о-о. Всякий бот-боец. Бот, который может охотиться на определённый тип и существ, или охранять один остров. Вот нам такой, пожалуй, нужен. Будет кабанчиков отпугивать. Вот этот чё. Бот-доставщик. Бот, который доставляет ресурсы в здание по мере их необходимости. Соответственно, это бот-пчёлка, буду его так звать. Он, скорее всего, будет со склада всё таскать в нужные нам здания. Окей, значит, здесь медь одна нужна. Давай мы сделаем один медь. Для этого нам нужно поехать и добыть эту медь. Окей, поехали. Будем сейчас, значит, добывать. Напоминаю, что на этом острове, который мы открыли, мы встретили девочку, которая говорит, типа, о, прикольно, мы будем друг другу помогать. И куда-то свалила. Куда, пока непонятно. Я её ещё ни разу не видел. С того момента, как она свалила. И даже понятия не имею, как я буду ей помогать. И как она мне будет помогать. Значит, мы сейчас разберём её капсулу. Она, наверняка, эта капсула ей больше не понадобится. Потому что щепки разбита. А я с неё ресурсики поймею. Это быть здорово. Отлично, вы достигли нового уровня. Сейчас поднимем себе какую-нибудь новую способность. Значит, что вот это такое? Восполнение дыхания. Автоматически использует бутыль с кислородом. Если уровень кислорода падает до 30. Ага, вот это специалист по руде. Я даже не знаю, что солнечных панелей у нас ещё пока что нет. Короче, давай прокачаем вот это вот. Специалист по руде. Теперь на скалистом острове можно найти крупные булыжники камня. Железной руды и медной руды. То есть больше будет руды. Вот это мы, наверное, её откроем. Только мы не открыли каменистый остров ещё. Стало возможно найти огромные шер... Шрумы. Шред-шрумы. Что такое шред-шрумы? Это какие-то грибы, что ли? Но всё равно мы это пока не можем открыть. Значит, я добыл меди. Достаточное количество. Сейчас мы бежим перерабатывать. И нужно назначить новую цель по исследованиям. Мы же не можем тратить время впустую. Нам нужно исследовать, открывать кучу всего. Значит, энергетическая винтовка. Можно. Вот, лучше фермерство давай. Закрепить задание. Значит, на фермерство нам тоже нужна медь. Есть один медный слиток. А, соответственно, мы можем открыть нового бота. Собиральщика. Правда, вот его же к антенне надо будет подцепить. А у меня там всё битком. Надо будет новую антенну сделать, походу. Да, у меня тут всё битком. Блин. Надо новую антенну. Антенна для ботов. Такое здание уже есть на этом острове. А-а-а. Зря бота сделал. Ладно, хорошо. Так, нам ещё нужен склад. Давай ещё один склад здесь построим. Вот, ребята. Вот склад есть. Пустой. Тащите туда всё. Но нет. Смотри-ка, видишь путь дронов? Они все идут только к этому складу. Короче, нам сейчас нужно со складом решить вопрос. Мы просто берём, выбираем дрона и говорим ему, что тебе нужно идти теперь вот на этот склад. Готово. И так со всеми. Выбираем вот этот склад. И ты тоже идёшь вот на этот склад. Окей. Это, конечно, дико неудобно. Кстати, а можно как-то выделить два склада, например? Вот так вот. Нет, так не выделяется. Это плохо. Надо как-то решить эту проблему. Короче, вот что я подумал. Раз у меня куча ботов-сборщиков, почему бы нам одного не убрать? Ну зачем нам столько? Значит, древесина. Древесины у нас, в принципе, сейчас полно. Угля тоже навалом. Поэтому остановись. Ты нам не нужен. Я сейчас его пойду соберу. Вот он сейчас будет включаться, вот этот дрон. Вот, красавчик. Значит, на твоё место мы кидаем бота-сборщика. Что он будет делать? Вода для оксигенератора. Общие рецепты. Топливо для генераторов. Накапливать ресурсы. Сажать, поливать и удобрять растения. Этого нам пока что не нужно. Всё. Дрон активирован. Что мы можем сделать? Значит, отсюда доставка есть. Отсюда доставка тоже. Значит, здесь отсюда ты будешь доставлять ветки. А отсюда ты будешь доставлять пруду. Сейчас мы его назначим. Всё, погнали. Бот-доставщик побежал. Нифига себе, он шустрый. Он очень шустрый. Так. А почему ты это делаешь вот так вот? Может, тебе доставляй руду в печь? Зачем ты всё перекладываешь в другое хранилище? Ну ладно. По крайней мере, он всё это между хранилищами распределяет и компонует. Ох, сколько у меня здесь... Ё-моё, сколько у меня тут кирпичей-то навалилось. У меня кирпичей всё. У меня прям битком их. Давай-ка я, наверное, отсюда кирпичи скину. Вот. Боленский. Атас просто. Так, ну, такими делами я могу ещё одно хранилище построить. Учитывая, что у меня сборщик и переносчик есть, бот. Пускай он этим занимается вопросом. Железо. Мне нужно железо. Дружочек мой, бот. Почему ты не кидаешь всё железо в печку? Ладно, займусь этим сам. Закидываем. А, подожди там. А-а-а, все слоты забиты. Понятно. Понятно тогда, почему такие дела. Вот что нужно было сделать. Капец. Смотри, кабан сломал дерево. Сборщик бежит и утаскивает эту древесину. То есть кабан мне тоже чем-то и помогает. Хотя и живёт эти ветки. Всё, у меня на фермерство собралось достаточно материалов. Мы открываем это звено. Фермерство исследовать. О, чётко. У меня теперь есть грядка и излечение саженцев. Новый извлекатор. Окей. Давай посмотрим, что нам для этого нужно. Фермерство. Для фермерства нужны кирпичи. Которых у меня очень огромное количество. У нас на этом острове есть пчёлка. А-а-а. Пчёлка, она умеет опылять. Для фермерства опыление нужно или не нужно? Вот. Вот фиг его знает. Ладно, давай, наверное, фермерство мы сделаем вот на этом острове. И здесь же шлёпнем потом антенну и куча дронов опять растаем. Вот ферма. Боты могут посещать здание. Да, могут. Будет посажено. Что я могу? У-у-у, нифига себе. Кровавый цветок. И вот тут вот написано, что нужно удобрение. А удобрение мы будем брать где? Конечно же, у кабанов. Наконец-то мы теперь можем какаки использовать с умом. Безотходное производство, как у нас это называется сейчас. Лады. Значит, нужно построить антенну. Для того, чтобы построить антенну, нужно взять кирпичи. Берём кирпичи. Что там ещё для антенны нужно? Радары нам не нужны. А где антенна? Антенна. Вот, железо нам нужно ещё. Окей. Берём железо. Всё, антенна у нас имеется. Бежим на тот остров. Сейчас мы воткнём антенну. Блин, фигово, конечно, что на каждом острове ограниченное количество построек может быть. Антенна есть. Так, делаем ботов. Бот-доставщик. Делаем. Потому что собиратель у меня имеется. Теперь мне нужно взять другого бота. Ботик. Так. Вот он, этот бот. Мы берём тебя на другой остров. Надо ещё сделать оксигенератор. Оксигенератор я смогу замутить сейчас. Исследовательский центр. Оксигенератор. Да, смогу. Отлично. Значит, оксиген... В смысле? Можно построить только одну штуку? То есть, не важно, что у тебя есть другой остров, на который этот оксигенератор нужен. Он у тебя, в принципе, должен быть один. За всю игру, что ли, или как? Ладно, пускай так. Значит, это дроны. Займёмся сейчас ими. Дрончики. У меня есть вот этот дрон. Он будет заниматься собирательством чего? Пускай у нас здесь будет водяное растение. Надо же как-то что-то проверить. Как это всё работать у нас будет. Водяное растение. Пожалуйста. Антенна для ботов. Хорошо сюда. Допустим. Второй слот у нас будет бот-сборщик. Вода для оксигенератора. Нет. Сажать, поливать и удобрять. Да. Так, с фермой всё не так понятно и однозначно пока что. Нужны какие-то ростки. О! Тут уже два улья. Обалдеть. Значит, удобрение. Удобрение кидаем сюда. А вот с саженцами у нас пока проблемчики. Значит, вот у нас есть росток. Мы что подберём и потащим. Кстати, написано, что это саженец водяного растения. Это то, что нужно. То, что нужно. Значит, и садим его сюда. Всё, посадили. Отлично. Ух, сколько у нас тут воды-то налетело. Подождите минуту. Ну, в принципе, я могу это всё собрать. Давай, собирай всю воду. И тащим воду к нашему генератору. Так, у меня есть медный слиток, который позволит нам открыть ещё одну территорию. Что мы сейчас, наверное, и сделаем. Открыть вот эту территорию. Ух ты, нифига себе, у меня тут база. Ты гляди-ка. Да там ещё один челодобречек есть. Пойдём-ка к ним в гости сходим. Вы достигли уровня. Так, чё будем прокачивать? Значит, стало возможно найти огромный... Вот, наверное, вот это я открою. Мне дико интересно, что это за грибы такие. Онлок. Здравствуйте. Нифига себе вы тут быстро так отстроились-то. Что это такое? Что это за здание? Туда не войти пока что. Привет, чё расскажешь? Для обустройства в мастерской мне нужны некоторые материалы. Можешь принести мне 20 модульных кирпичей и 2 железных слитка. Да вообще без Б. Сейчас притарабаню, значит, 20 модульных кирпичей. Так есть у меня всё в кармане? Сейчас прямо лежит. Всё, я отдал? Спасибо. Этого вполне хватит. Посмотрим, что я могу сделать. Ну, показывай, что ты можешь сделать. Сейчас из этих блоков она что-то построит, да? О-о-о. Неплохой оксигенератор. Мощный, большущий. Так, а что ты мне расскажешь? Я работаю самым тяжёлым молотком и умею делать самый тонкий сварной шов. Что у тебя есть для меня на этот раз? Да, в принципе, ничего. А-а-а. Ничего себе, гляди-ка, она может мне шматьё сделать. Увеличивает эффективность экстрактора. Увеличивает вместительность баллона. В принципе, почему бы и нет. Увеличивает вашу скорость. Вот это тоже бы не помешало. Так, увеличивает. Давай. Кислородный баллон. Покупаем. Она делает его. То есть, когда вот этот кругляш заполнится фиолетовым, значит, она сделает мне оксигенератор. Э-э-э, баллон кислорода. Окей, а ты что расскажешь? Кто ты вообще? Приветики. Я знала, что ты придёшь. Это ещё одна девочка. Но мы не знаем, кто она. Как её зовут? Откуда ты спрашиваешь? Откуда я пришла? Я видела, как упала твоя капсула. Это вряд ли назовёшь тайным проникновением. А, подожди, она здешняя, что ли? Кстати, меня зовут Эмилия. Эмилия. Приятно познакомиться, Эмилия. А почему у тебя до сих пор вопросительный знак? Знаешь что? Я думаю, ты поможешь мне приготовить жаркое. Мне нужно 18 ягод. Если принесёшь мне эти ингредиенты, я расскажу тебе секрет болотного острова. Пойдём собирать ягоды. Ягодки, ягодки. Так, мне пора бы уже изготовить и оружие. Точнее, изучить, как его изготавливать. Значит, вот это вот. Железо и медь. Окей. Я сейчас закреплю это задание. И у меня появится пушка в скором времени. Я же закрепил? Закрепить. Вот, закрепил. Всё. Значит, собираем железо и медь. Ну и параллельно ягоды. А ягоды в большом количестве у нас есть на том острове. Чё у нас, кстати, там с водным деревом, который мы посадили на ферме? Растёт. Потихонечку растёт. Хорошо. А где ягоды? А, ягоды тут все пчёлы потаскали. Блин. Это не очень хорошо, кстати. Что тут пчёлы? Отдай мне ягоду. Надо, короче, тут с пчёлами бороться. Ну, как бороться? Просто опережать их по сбору ягод. Моя ягода. Моя ягода. Давай, собирай. Собирай, собирай. Собирай, красавчик. Красавчик. Отбили ягодки у пчёлок. Такой здоровенный мужик бегает и у маленьких насекомых ягоды отпирает. Может быть здесь... А, стой, стой, стой. Моя. Моя ягодка. Это тоже моя. Спасибо. Может быть здесь надо было не водяное дерево посадить, а... А... Ягоды. Так. Я же могу сейчас. Подождите. Давай-ка мы здесь ещё одну ферму сделаем. Вот. И вот. Вот так вот давай. Вот. И здесь у нас будут, соответственно, ягоды расти. О! Огромнейший шред шрум. Можем теперь посадить. Но об этом потом. И здесь тоже ягодный куст. Осталось только какахи сюда затащить. Какахи здесь был на вал. Вот. Вот две какахи. Значит, удобряем вот эту и вот эту. Уголь обратно забираем. Ягодки ещё есть. Как будто куст могу вырезать. Да? Я куст могу вырезать? Офигеть. Я только об этом узнал. Значит, и мы теперь его можем здесь посадить. Ладно. А почему... Почему вода? А, нет. Это нужно было, чтобы он рос. Воду притащить. Так, кабанчик, отойди. Дай-ка я вырежу вот этот куст. Отлично. Сейчас мы его тоже сюда посадим. Вот. Нужна вода. Бот, тащи воду сюда. Давай же. Отлично. Всё здорово. Знаешь, чем я сейчас занимаюсь? Я бегаю и ищу кокули. Удобрение нужно. Удобрение. Так. О, вот. Вот у меня есть кокули. Ух, нифига себе, сколько я тут ресурсов собрал. Кстати. Ещё одна медь. Надо руды добыть. Ещё одна медь, и у меня будет энергетическая винтовка. Так, значит, кокули мы сейчас сажаем вот сюда. И собираем руду. Как у нас тут с ягодками? Три кустика выросло. Это очень здорово. Вот этот вот саженец я сейчас срежу. Потому что он мне тут не нужен. Вот. Вот ягода, быстрее собирай её, пока пчёлы не стащили. Кстати, смотри. А-а-а, блин. Блин, 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 здесь склад нужен. Срочно нужен склад. Потому что бот-контейн ягоды подносит вон и бросает их. А пчёлы-таки подлетают, смотри. Видят ягода. Дай-ка я её подберу. Блин. Ну бот, ну бот. Сейчас мы его перенастроим. Значит, доставлять в хранилище. Готово. Интересно, если он закинет это в хранилище, пчёлы смогут оттуда забрать? Сейчас проверим. Ах вы пчёлки какие, а. Вот, кстати, можно забрать. А-а-а, они на меня нападают теперь. Нифига себе. Когда я хотел у них стащить вот это яйцо, они меня атакуют. Это очень нехорошо. Значит, пчёлы враждебны. А я как раз винтовочку сейчас сделаю. Сейчас посмотрим, что у нас там на складах. Не таскают лист со складов? Вроде бы нет. Со складов не таскают. Ну и хорошо. Раз такие дела, надо, короче, вот этот кустик тоже здесь срезать. И посадить его там, на той ферме. Пусть копчёлы делают намёд. Это очень даже хорошо. Эй, Барсик, тащи воду. Молодчик. О, смотри, тут ещё кусты появились. Раз кустик. И снизу кустик тоже появился. Это... Это нам даже на руку. Материалы я собрал для винтовки. Сейчас я качну её и следовать. О, да. Пойдём в верстак, посмотрим, что нам нужно для винтовки. Винтовка, винтовка, винтовочка. Здесь её не делают. Так, а где нам сделать винтовку? Минуточку. Делает пиу-пиу энергетическая винтовка. А где мне её доставить? Как мне её сделать вообще? Вот в чём вопрос. Так, значит, смотри. Я могу скотоводство открыть теперь. Цена всего 3 ягоды? Ну давай исследуем. Почему бы нет? Простой контейнер, используемый для кормления животных. Это отлично. Электроэнергия. Для открытия вот этого нам нужно железо и медь. В большом количестве. А ещё есть защитный скафандр. Нужны кости. Авторука, транспортер. Транспортирует предметы между островами. Вот, кстати, это хорошая штука. Нужно понять... А, смотри. Чтобы атаковать. Я могу теперь атаковать? О, он сразу экипировался. Вот она пушечка-то у меня. Еее. Значит, я могу отбивать теперь атаки. Ну чё, мистер, я принёс тебе ягоды? В большом количестве. Тебе удалось найти ягоды. Отличная работа. Спасибо большое. Вот и обещанное вознаграждение. Помнишь ягодный куст? На болотном острове. Этот куст не настоящий. Разрушь его экстрактором, как обычный куст. И увидишь, что прячется под ним. Ага. То есть на болотном острове есть ягодный куст, который мне нужно разрушить. Потому что он не настоящий. Я увижу, что прячется под ним. И помни, тебе нужно открыть фермерство. Я его уже открыл. Давай попробуем открыть болотный остров. Где он может быть? Здесь закрыто. Значит, чтобы открыть вот этот остров, нужно два медного слитка и два железного слитка. Ждём, когда у меня будет такое количество. Значит, по поводу кормушки. Давай посмотрим. Вот она, кормушка. Наверное, на острове фермерства мы сделаем кормушку. Раз у нас тут растение. Я думаю, что эта кормушка поможет нам. Знаешь, чем? Тем, что кабан будет здесь есть. И будет много кекать. Значит, будет много срача. А это много удобрения. И получается, мне можно будет здесь удобрять мои цветки. Мои растения. Это очень хорошо. Выбрать предмет. Нет, значит, что мы сюда будем класть? Ну, ягоды. Почему бы? Ягоды же есть, кабан? Вроде как есть. Ладно, проверим. Значит, вот. Сюда будешь таскать ягоды. Хоп, берёт. Тащит. Ну, знаешь, что? Походу... Походу... Хм. Навряд ли. Навряд ли кабан ест. Он же ест в основном кору. Да, отсюда буду таскать пчёлы. А пчёлы тем самым будут давать мне мёд. Это хорошо. Так, дайте я соберу мёд. Опа, 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 убежали. И вот это ещё мёд. Ай, ай, ай. Больно, конечно, сделали. А ещё и кислород кончается. Всё, я бегу, я бегу. А, у меня же ствол есть. Подождите минуточку. Я могу пострелять в пчёл. А-та-та. Сделать им. Ладно, не буду их уничтожать. Они мне всё равно нужны. Так, у меня есть медные слитки. Отлично. Я, кстати, какуху собрал. О, здорово как. Сейчас я её выкину на том острове. Её бот-сборщик подберёт и закинет у нас. Да, я сам закинул, ладно. Вот так вот. Значит, что у нас тут? Экран игрока. Что там? А, навык. Навык прокачать можно. Что же будем мы прокачивать? Давай-ка мы, наверное, оксигенератор прокачаем. Использует воду на 15% эффективнее. Всё, прокачали. Значит, а мы открываем следующий остров. Вот этот вот. О, каменный остров. И там кристаллики появились. Пойдём-ка спустимся вниз. Посмотрим, что у нас там имеется на этом островке. Крабик. Ты опасный, нет? Бах-бах-бах-бах. Ладно, он в принципе безобидный, если его не атаковать. Он на меня смотрит своим одним глазом? Вроде как всё, он успокоился. Смотри-ка, что-то здесь. Оу. Оу-оу-оу. Ещё один чувачок прилетел. Ну здра... А, это дама. Ну приветики. Чё расскажешь? Как тебя зовут? Саша здесь. Не надо больше беспокоиться обо мне. Я в порядке. На мне ни царапины нет. Почти сияю, как новенькая. Меня прислали помочь с уходом за собой. Я буду присматривать за скафандрами и одеждой. Даже стричь могу. Всё для благополучия экипажа. Я отправлюсь на остров, где живёт больше людей. Навести меня. Я думаю, мне потребуется от тебя кое-какая помощь. Прежде чем я смогу приступить к работе. Понятно. Это, короче, наш барбер-шоппер тётечка. Она может меня подстричь и отмыть мою одежду. Ну, что я тебе могу сказать? Прикольно, прикольно. Пойдём сейчас к ней и сходим в гости. Эй, тётечка-барбер-шоппер. Ты где? О, у меня, наверное... Да. Готово новое оборудование. Отлично. Сейчас мы его нацепим. Экипировка. Да, нацепил. Уже сразу же. Значит, я могу экстрактор, ботинки... О, добавляет слот. Мне вот это очень нужно. Ветка и медь. Значит, следующее я буду прокачивать вот сумку. Чё тебе нужно? Говори. Я вижу, ты уже работаешь с ресурсами островов. Можешь помочь мне? Мне нужно 20 модульных кирпичей и 2 железных слитка. В принципе, как обычно. У меня они уже есть в кармане, пожалуйста. Спасибо тебе большое. Я думаю, этого хватит. А теперь смотри. На что смотреть? Ты сейчас базу себе новую отстроишь крутую. Почему я такую базу себе не могу отстроить? Они там что-то строят. Я им свои ресурсы даю. А я не могу ничего такого построить. О, это, короче, магазинчик. Видишь, там шляпки, курточки висят. Ну, давай, показывай. Здравствуй, радость моя. Не забывай. В будущем можно выглядеть так, как ты сам захочешь. А, скин поменять можно? Хо-хо-хо. Прикольно. Могу и девочкой играть. О, вот этот скин прикольный, да? Приобретено. Экипировать. Окей, все, я подстригся. Спасибо тебе за стрижку. Больше ты ничего не можешь, да, мне дать? Да. Только экипировка. Окей, все, уходим отсюда. Давай, до свидания. Ну, что ж. Мы открыли уже два дополнительных острова. Открыли фермерское дело. Открыли кормушки. И у нас тут все балдежно и хорошо. На сегодня будем закругляться. А в следующем ролике мы будем открывать электростанцию. Массовое производство. Хранилище второго уровня. Защитные саркофаги. И фермерство второго уровня. Короче, куча всего интересного. Если тебе нравится эта игру, хоть и хотел бы увидеть продолжение, то не забывай ставить лайки под этим роликом и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих видосов, на которых мы, собственно, и встретимся. Так что до встречи.